МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Владимир Леонидович. Здравствуйте. В Севастопольце узнали, что в водоканале создана новая служба. Что это за такая служба и какие у нее основные задачи? Служба ливневой канализации и благоустройства. Созданная служба обязана обеспечить бесперебойную работу городской ливневой канализации. Мало кто знает, что в городе 76 километров подземной ливневой канализации, которая должна быть исправна, готова к любому моменту и дождю. Эти ливневые канализации имеют выходы в море, которые тоже должны быть постоянно под наблюдением и контролем, чтобы знать, где и в каком состоянии происходит выпуск и какой воды в том числе. Кроме того, мы чаще всего сталкиваемся с фактом ливневой канализации, когда видим на дорогах лужи там или невозможно проехать. Но помимо этого, мы должны знать, что эта система готова и отводит те воды, которые текут по жилым районным массивам. Собирается очень большое количество, скажем так, вредных там отходов от жизнедеятельности общества, за которыми тоже нужно следить. И вот задача этой службы обеспечить не только исправную работу, но и выброс в море подобающей очистке воды. То есть это работа серьезная, да? Ну и как раз таки вот глядя на состояние ливневой канализации Севастополя, что можете сказать о ней? Ливневая канализация начиналась строиться еще до революции, и сегодня она работает исправно. Остальное строилось долгие годы понемногу. И сегодня мы можем констатировать, что во многих местах ливневка эти недостроены. Есть участки, которые не выходят в море, а есть участки, которые не просто недостроены, мчат вода просто по земле. Все это заложено в какие-то планы и в расчеты, чтобы можно было это достроить. Кроме того, к сожалению, у нас нет очистных сооружений, которые должны быть перед каждым выпуском в море. Это касается в первую очередь участков, где выбрасывается в район пляжей воды. Это тоже сегодня находится в стадии разработки. Ведется расчет тарифов на отведение ливневых вод, где все это будет просчитано. Объем воды, количество и куда сколько сбрасывается, чтобы затем построить очистные сооружения. Отсутствие очистных действительно такой больной вопрос для города. Скажите, а вот как решаются проблемы именно с самой канализацией с ливневой? Часто можно видеть людей, которые чистят ее сотрудников. Да, действительно, после зимней посыпки города большое количество попадает в решетки ливневые, где она лежит, ее надо убирать. Кроме этого, постоянно пыль и грязь тоже туда попадают. Это требует постоянно внимания и очистки. Чем сегодня уже это созданное подразделение занимается? На сегодняшний день явных мест, где вода бы стояла, нет. Я надеюсь, что дальше эта работа продолжится и таких мест не будет. Вот о благоустройстве разрытий поговорим. Вот такая интересная тема. То есть как было принято решение, что асфальтировать места разрытий должны, собственно, работники водоканала? Ранее подрядные организации выполняли восстановление асфальтового покрытия, специализированные организации. Но прошло время и показало неэффективность работы этих подразделений. И водоканале принято решение своими силами создать службу, которая бы занималась восстановлением. Сегодня набраны рабочие, они обучены, оснащено это подразделение необходимой техникой. И уже с 1 апреля началась укладка асфальта. Вот с 1 апреля было выполнено около 600 квадратных метров разрытий, которые восстановлены. Процесс продолжается и сегодня. Есть план разработанный на каждую неделю до 1 мая. Задача привести в порядок центральные места города и районов, которые тоже будут там праздновать 1 мая. Работа эта ведется, и она будет дальше идти по нарастающей. А кто раньше занимался этим? Раньше занималась, например, фирма «Ступень» в городе известная асфальтировала или «Севастопольский автодор». Но, учитывая, что движется вперед, водоканал решил создать свое подразделение, чтобы ни от кого не зависеть. И оперативно реагировать на все разрытия, которые и под окнами, и на проезжей части. Да, вот предвосхитили мой вопрос, что раскопки-то провели, устранили аварию, а потом стоит траншея. То есть пока подрядчик там не доберется, не закопает ее, а сейчас все будет гораздо быстрее происходить. Да. Скажу так, создана система, по которой идет контроль. Вот разрыли, через какое-то время она попадает в порядок, чтобы было восстановлено, чтобы не стояли они там годами. Я надеюсь, что эта система будет работать. Она уже работает. Ну, о самом процессе восстановления вот этих разрытий давайте поговорим. У нас даже как раз видео есть, которое мы сейчас сопроводим в ваш ответ. Процесс восстановления имеет одну особенность. Нужно необходимо, если эта яма там глубиной 2 метра добывает до трубопроводов водопроводного, и она размыты водой. Нужно недели две эта яма отстояться, чтобы земля осела, высохла. Затем сверху укладывается основание и приводится в порядок она, и укладывается асфальтовый слой, соответствующий покрытием, и нужно в том месте. Если это дорога толще, если это тротуар где-то там тоньше. Сам процесс этот известен давно технологии. Заключен контракт на поставку асфальта, завода асфальтобетонный, стоящий в Севастополе, и ежедневно уже эта работа ведется. Отлично. Вот видео было, конечно, небольшое, но тем не менее, заметить успели мы, что люди работают со знанием дела. Они какие-то курсы обучающие проходили, или это люди, которые изначально знают, как укладываются? Нет, эти люди были набраны, они все прошли обучение, подготовку, и практическую, и теоретическую, для того, чтобы уложенный асфальт лежал долго, качественно, и был красивым под ногами у жителей. Угу, техника там была интересная, так промелькнула. Укатывали асфальт. Да, это техника, которую как можно легче транспортировать, чтобы не все дворы зайдешь большим катком. Есть и катки, есть все, но пока используем то, что удобнее и быстрее можно делать. Интересная служба, мобильная такая, да? Мобильная бригада. Это мобильная должна быть, да. Сейчас идет речь о создании второй такой мобильной группы. Сегодня директор предприятия озвучил, что необходимо добавить, и чтобы мы могли больше оперативней работать. А сколько человек в одной бригаде? В одной бригаде 4 человека. Да, конечно, мало для города одной бригады. Ну, будет, будет две бригады, да. Вот, отлично, можно только пожелать успехов, чтобы эта служба развивалась дальше, чтобы техника была. Спасибо. По каким адресам уже асфальтное покрытие восстановлено, если можно назвать, пожалуйста? Ну, адресов много, можно перечислить. Скажу количество. Например, прошлую неделю мы в Балаклаве сделали 17 разрытий за неделю, которые, я думаю, это немаловажно. Вот, например, центр Малаклавы придет в порядок. На этой неделе мы работаем в Ленинском районе. Вот, в работе какие у нас будут улицы, сразу скажу, уже написаны. Это перекресток Олега Кашевого-Острякова. Все автомобилисты видят, стоит, ждет своего часа завтра. Это Героев Севастополя, 46, тоже заменена крышка люка. Это Шмидта, 18, Терещенко, 14. Эти адреса все у нас в списке, в перечне, они будут сделаны. Ну, которые заложены, я не буду представить, их много. Вот, уже достаточное количество. В первую очередь, делаем там, где идет движение транспорта и людей. Конечно. Ну, старт успешный, судя по количеству адресов. С учетом того, что в бригаде 4 человека, старт успешный. А о перспективах, если можно, этой службы? Перспективы таковы. Необходимо службу, которая занимается Ливневой, канализация, оснастить техникой подобающей, которая могла бы под землей промывать трубы, которые не заберешься никакими руками. Вот. Сейчас идет речь о том, что город планирует купить, приобрести такую технику. Это будут каналопромывочные машины на базе КАМАЗ, это будут маленького размера самосвалы, чтобы подъехать могли, где нужно. Это будет там техника для перевозки людей оперативного перевозки. И я надеюсь, что это будет закуплено, и мы сможем успешно ей работать, для того, чтобы могли очищать все, что есть под землей. Ну, техника на базе КАМАЗа, значит, еще и импортозамещение. Импортозамещение — это КАМАЗ, который дает давление 160 килограмм. Подает по гибкому шлангу для того, чтобы под землей промыть забившиеся илом трубы. Ну что ж, большое спасибо. Желаем удачи, развития вашей службы, вашему предприятию. Спасибо большое. Это была программа «В контексте». С начальником службы ливневых сетей государственного унитарного предприятия «Севастополя» «Водоканал» Владимиром Олефиренко говорили о работе службы ливневой канализации и благоустройства этого предприятия. Будьте в курсе событий с информационным каналом «Севастополя». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова